Что очень важно. Если мы говорим о подборе персонала, то очень важный момент. Часто руководители и владельцы бизнеса, сталкиваясь с тем, что нужен новый специалист, сразу задумываются о том, где его искать, кого его искать, кого именно искать, как оценивать. Хотела бы остановиться на таком моменте, что подбор сотрудника — это, по сути дела, второй этап из цикла планирования работы с персоналом. Давайте вернемся к этапу первому и вспомним, что же это такое. Это непосредственно планирование потребностей в персонале и построение требований к должности либо к тому кандидату, который вам нужен сейчас. В своей работе вы сталкиваетесь с двумя основными ситуациями. Если магазин только открывается, то вам нужно полностью сразу набрать весь персонал в обе смены. Это одна ситуация. И вторая, когда в связи с замещением сотрудника на одной из должностей либо с расширением бизнеса, вам нужно несколько специалистов на одну должность или несколько новых кандидатов на несколько должностей. Очень важно, чтобы перед тем, как перейти непосредственно к поиску, вы как руководитель задали себе ряд вопросов и спланировали перспективу управления персоналом на ближайшее время. Давайте посмотрим, какие это могут быть вопросы. Сразу скажу, что это примерный список. Безусловно, это некие подсказки, от которых можно отталкиваться, и вам в вашей работе нужно будет для себя посмотреть с высоты птичьего полета на собственный бизнес в данный момент и проанализировать ситуацию с персоналом. Какие люди у вас есть сейчас, какие перспективы их развития и что вы хотите от нового сотрудника. Давайте посмотрим, что это могут быть за вопросы. Первый из них. Планируется ли, если мы подбираем отдельных новых специалистов, планируется ли переквалификация или ротация кого-то из тех людей, кто у вас уже работает. Может быть, кого-то пора переводить уже на следующую должность, или он через полгода сможет ее занять, если пройдет специальный какой-то курс. Об этом важно подумать. Есть ли вероятность, что кто-то уволится, например, вы приступаете к поиску под замену на одну должность, оказывается, что у вас может быть в ближайшее время отток еще нескольких сотрудников. Следующий момент такой больше в плане обучения и взаимодополнения сотрудников в коллективе. Вы как управленец задаете себе вопрос о том, с точки зрения выполнения целей должности, какие есть слабые места у тех сотрудников, кто у вас сейчас уже работает. И имеет ли смысл запланировать поиск такого специалиста, который будет неким дополняющим сильным игроком. Почему? Потому что очень важный момент. При подборе не всей смены сразу, а нового человека в уже сложившийся коллектив. И задаться вопросом, и подумать о том, что потенциал успешности этого сотрудника, не то, что он один сам по себе, он один в поле не воин, он входит в некую новую для себя команду, а для вас ту команду, которая уже работает у вас в магазине. И очень важно, как он дополнит уже имеющихся сотрудников, как он впишется в коллектив, какой опыт он сможет привнести с собой, либо чему его смогут научить те сотрудники, кто у вас уже работает. И в том числе вот этот вопрос, если, допустим, у вас не хватает энергичных, позитивных каких-то ярких сотрудников в коллективе, имеет смысл искать такого. Если, наоборот, у вас не хватает усидчивого, методичного, вдумчивого и очень ответственного человека, то, по сути, кандидат с подобными личными характеристиками удачно дополнит вашу команду, и вам тогда нужно подумать о том, что вот такие требования важно предъявить к новому сотруднику. Сразу хотел бы еще раз подчеркнуть этот акцент. На мой взгляд, полезно для управленца подбирать команду для работы в магазине, чтобы это были не близнецовые люди. Ну, такой немножко сленг, да? Чтобы сотрудники не были как две капли воды, похожи друг на друга. Ну, с чем это связано? Давайте представим, если вы с нуля, например, набираете персонал для работы в обеих сменах, и все ваши кандидаты на все должности, это будут исключительно женщины с маленькими детьми. В какие риски вы можете попасть? Сезонность, некая цикличность, да, что, например, они все захотят максимально использовать свой отпуск в летний период, и у вас будет большая проблема, кто будет в июле и в августе у вас работать. Или что с какими-то школьными мероприятиями, либо с сезонными болезнями, они массово будут проситься пойти на школьную линейку, либо выходить на больничный. Соответственно, вот в этом плане, да. И таких моментов очень много. Чем более разноплановой в плане некого опыта и жизненной ситуации коллектив у вас будет, тем вы себя от таких ситуаций подстрахуете. Когда 1 сентября всем нужно вести ребенка на линейку, то есть кто-то, кому не нужно вести ребенка на школьную линейку.